Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 12 июня. Извините, что во время первого видеоролика, как подливать томаты в теплице, я забыла поздравить всех с праздником России, День России. У нас хорошая погода. Я хотела рассказать вам про огурцы. Вот смотрите, чем мне нравятся огурцы? Тем, что на них сразу видно результат нашей заботы. Если мы хоть что-то немножко им делаем, они моментально очень отзывчивы. И я вот два дня назад показывала, что я делала подкормку. Ну там дрожжи с золой, все ссылки будут в описании к этому видео. И смотрите, вот новые листья, которые образовываются. Смотрите, какие зеленые такие, прям ярко-зеленые, блестящие листья вылазят. Новые. И главное, их много-много. Сейчас я вот еще ниже продвинусь. Вот видите, новый лист. Лист новорожденный младенец. Все они такие блестящие, они такие зеленые. Они на глазах увеличились вообще и в высоту, и вообще вообще в общей массе. И что самое главное, ну вот здесь мне подлести очень сложно к завязям, потому что здесь густо, вот эта арка-то она у меня густовато насажена специально в декоративных целях. Вот сейчас подойдем к тем малышам, которые были с маленькой зеленой массой, которые я подкармливала, боялась, что они сбросят свои завязи. Тут вот еще даже все мои стоят, и пачка из-под дрожжей, и лейки, через которую я поливала, это буквально было два дня назад. Я, кто помнит, я про них расстраивалась, что у них маленькая зеленая масса, и что они не вытянут все это количество завязи, которое у них было. Помните, были такие запупушки? Смотрите, теперь какие стали огурцы. Через два дня ни одна завязь не пожелтела, не сбросилась. Все они уже, ну тут тоже сложно подлезти. Смотрите, все, огуречное царство в порядке. Все огурцы на глазах очень хорошо выросли. И ни один огурец даже не подумал сбросить вот это количество завязи, несмотря на то, что я вам говорила, что листики маленькие, кустики небольшие. Но еще вместе с тем, что они избрасывать свои завязи, решили не сбрасывать совсем, еще они, смотрите, как сильно прибавились. Были вот такие, вот, вот насколько. И новые-то листья образовываются тоже красивые, прям зелененькие. Вот, по состоянию листьев своих огурцов, я вижу, что им все, что я сделала, им понравилось. Что это как раз то, возможно, чего они ждали. И что самое главное, результат мы видим очень быстро, прям на глазах. Вот два дня назад я их полила, дрожжи зала и опрыснула этим селитрой калиевой. Все, вот он, результат налицо. Так что, если вы будете делать какие-то подкормки огурцам, вы результат увидите сразу. Это не томаты, которые нужно ждать долго. У них, у огурцов, все быстро, все в ускоренном режиме. Вот только завязался три дня назад, вот он уже плод. Сегодня, возможно, я даже буду вот снимать, делать салат из них. Потому что вы знаете, что чем чаще мы снимаем маленькие зеленцы, тем быстрее новые будут образовываться. У них вот этот конвейер не должен останавливаться. Маленькие снимаем и едим, вот эти вот, этим достанется больше питательных веществ. И быстрее пойдет развитие следующих. Все с огурцами, все в порядке. Спрашивают, как часто можно делать подкормки огурцам. Но тут вы не забывайте, смотря о каких подкормках мы говорим. Вот, например, я сегодня утром вышла сейчас. Раз, я сейчас раз стопочку сыворотки и стакан воды разбавила. Я сейчас пойду опрысну. Это ведь тоже считается подкормка. Но вот такие опрыскивания можно вообще делать каждые два дня. Или, если, например, вы гумат калия концентрированный, вот у меня где-то есть, я сейчас хочу развести прям в поливочную воду. И буду во время каждого полива, хоть он мало там совсем, там какой-то малейший процент вот этого калия, но я буду с каждым поливом добавлять вот этот вот концентрат по колпачку. Это тоже считается вроде бы подкормкой, но это можно делать вообще с каждым поливом. О каких подкормках, смотря, мы говорим. Если вот какие-то основательные, вот я сейчас развела куриный помет, это у меня первый опыт, я, конечно, боюсь, опасаюсь, огурцы буду им подкармливать. Если вот подкормлю куриным пометом, то это считается такая подкормка, как тяжелая, основная, серьезная. Конечно, такие подкормки раз в три дня я не буду делать. И естественно, что такие подкормки хотя бы раз в 10 дней или раз в неделю, но опять же смотрим по состоянию растения, мы всегда боимся такими подкормками как бы не навредить. А если легкие, корректирующие, вот опрыскивание по листу той же сывороткой, вот тот же гумат калия, например, я считаю, что такие можно вообще делать раз в неделю или во время каждого полива. И если мы все подкормки будем делать обдуманно, именно применительно к каждому, вы видели, что я перед этим говорила, что вот этим я буду делать совсем другую подкормку, у них большая зеленая масса, тем я буду делать именно стимулирующую на развитие зеленой массы. Если мы все будем делать обдуманно, наши огурцы будут вот такие вот жирные, зеленые, густые, большие, многодетные. Ну, короче, такие, какими они и должны быть. Все, до свидания, еще раз вас с праздником. Днем России у нас сегодня у мэрии день рождения, два месяца, так что у нас двойной праздник. Сегодня приедет Марк, будем все вместе встречать этот праздник, работая в огороде.